Найкуша и Пастор, сейчас будем смотреть матчи Юви, Рома и Шнурш... Мамкины песеры сегодня у микрофона, ёпта. И что сегодня будет происходить в матче этом интересном? Сегодня я закрою, а Найк просто сладкий. А, я сладкий. А, ну давай. Что, я сладкий? Что, я? Так, сейчас тут у нас будут квадраты. Так, квадраты. Видите, да, квадраты? Да, видим. Ой, у меня лагает, я сейчас выключу квадраты. Нежели. Ну, кстати, смотри, формы прогрузились прикольные. Ивент в форме Милана, да. Рома в форме какой-то либо Юви старого, либо Удинеза. А вот так у вас будет квадраты? То же самое? Ну, сейчас дикие квадраты прям. Так просто хотя бы у меня не лагает. Что вы думаете в этом матче? Удар и... Не прошил Перина, блин. Я думаю, что здесь конкретно Ювентус будет доминировать. Кэрол их ломают, Перин пустят. Ну, если честно, то Ювентус очень кошмарные матчи, так сказать, играет. Там Милану 4-0 был проигран матч сухую. Там бегал знаменитый пьяцца в нападении центральном. Интересное, Сэш, наверное, нападение Мартинс Кэрол, который... Можно справиться... Справиться вот такими вот делами, да? О, Пулешич, 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 как танк, ввется в штрафную. И масло выпускают, и Мартинс. Сейчас вы их делаете, сейчас... Мартинса ссаного. Удар и... Нет, пока я не буду. Боже, какие квадраты уже. Сейчас эпилекция начинает. Ну ладно, пока девятым. Манджукич на фланге, кстати, все реагирует. Марио Манджукич реализм, да. С зелеными скоростями Манджукич будет атаковать. Хотя он просто идеальный цф. Не знаю, почему Криштиану не ставит на фланг. Удар и... Кришти, удар. Уф. Вы видели, что Эмриджан сделал? С этим... Хрестовиной. Прикольно. Угу. Ну, это хороший матч, будет очень добрый, я думаю. Но все может решить исход встречи какой-то левой пенальти или что-то подобное. Так, Дебала, неплохой пас на Дугласа Коста. Дуглас Коста жесткий подкат получает, но встает. Манолос. Флоренси. Дракслер. Так, Матью Ди. Кстати, на трансляции чуть, ребят, будет подлагивать, так как из-за скайпа. Криштиану Роналду, выход неплохой, Криштиану очень зарылся. Ну да, присосался там Негр кто-то. Боя и был. Угу. Отлично прям. Не дал ему ничего сделать. Наезд плохой. Вновь есть вариант для наеза. Дебала, левый, перекладку. Еще навес. Масло надо было пускать. А Перин, походу, в форме Палермо сегодня. Да, да, да. Розовый-то херня. Куртяха. Ну пока Ювентус нащупывает, так сказать, соперника. Вы бы хотели, чтобы Криштиану Роналду был, ну, так сказать, на трансляции? Нет, я бы хотел, чтобы Ювентус выиграл. Ну, понятно. Я Ювентин, да, мозга костей. Ну ладно. Понимаете? Ну, давай. А, ну да. Деду надо. Ну, а я ни за кого не болею. Вообще все. Не, ну я бы мог болеть и за Рому, так как, ну, я, конечно, для этой команды ничего не сделал. Ее построил полностью и Esports. Ну да. Так и есть. Так и есть. Да. А, знаете, так скажем, Алканафт, он, вот этот играющий тренер Яху, он же, он, знаете, так чуть неровности выправил и прям довел до идеала. Вишенка. Вишенка на торте, реально. Вот эти приобретения Кэролла за 15 лям. Да, великолепно, безупречно. Да, великолепно, так сказать. Краду ведь на Морото работает. Роналдо, выхтеннили, Роналдо, 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 замах, очень хреновый замах. Роналдо просто не знает, что делать. Ну, возможно, как не в конде. Можно было побежать и обмотать, но... Либо просто попытаться бить, я не знаю, удары, сумасшедшие, почему не бить, не знаю. Ну, это может и сход встречи решить, кстати, сейчас. Стоит, штрафной будет опасной. Ну, конечно же, будет навес. Я ничего, идеальный навес, и навес неплохой, и... Нет. Вообще, за линию, так сказать, штрафной. Мяч улетает. Ну что, пока идет атака. Опа! Зиота! Я бы сказал, что нифиговая зиота. Вот так бы подкатить кого-то, Мартинса, да, например? С Сану, например. Да. Сане? Так, Роналдо неплохо два раза мяч, так сказать, отнял на ручнике. Рулеточки. Роналдо бежит, и... Рабоны навесить? Нет. Роналдо. Удал. Кау! Кау! Да, это действительно какой-то... Да, но Слайвер не в лучших кондициях, он фиолетовый, мне кажется. Да, мне кажется, он сейчас под Джек Дэйлса опять играет. Либо синий, что более вероятно. Да, он синий под Джек Дэйлса, скорее всего, как он Лигу Чемпионов играл. Тем самым... Мартинс, наверное. Мартинс. Будет задрачивать, выдрачивать. Ой, Мартинс, по-моему, тоже немножко перее... Мартинс под Мартинни тоже. Материал контроля какой-то, да, как Евгений Марсников. Это жестко. Ваджан, Пьянич, пас вперед, Лоренцо выгрызает. Верно, уже одна третья игры подошла к концу, и буквально 15 минуток песовских остается. И пока просто, если честно, матч супер нулевый. Вот сегодня, так сказать, МЮ выдал прекрасный, замечательный. Раньше второго тайма не было из-за хренового коннекта с Данилой. А так, Манджукич, неплохо. Ну, я думаю, просто. Не, если честно, просто впервые вижу Слаера такого нулевого в атаке. Просто нулевой. Ну да, а то он вкус крови не почувствовал, когда Роналду бежал. Так было же инстинкт хищника уже нужно было... Надо было бить, на самом деле, а он что-то потерялся как-то. Роналду нет уже ни игры на реакции, нет. Спирин скриптовые, так сказать, действия произведет. Пулишич просто как танк рвется, как танк. Хороший пласт, дракт, а надо на самом деле наказывать. Кэрол, удар и нет. Ну, это классическая игра Кэролла, когда он был в Ливерпуле. Ну, в Ливерпуле он обсирался. Мартинс, удар и вот уже. Чем нагадал. А Уайтсах честный. Просто демонстрирует великолепное понимание игры и реакцию. Отменную. Выбрасывает. Ох, как сильно выкинул. Эмриджан. Пас на Дугласа Коста. Дуглас Коста. Перед ним есть, кстати, пространство для разбега. Но он гадает Эмриджана. Дуглас Коста неплохо может получиться под лево. Зачем сейчас бить, когда можно дать пас? Не понимаю. Ребятки, не понимаю. И почему тут подката нет? Мартинс, Мартинс отлично бежит. Мартинс не успевает старые. Ну и центр открылись. Удар, гол, Мартинс. Без шансов. Ну, тут полностью провал. Защита на контрачейл. А, это форма Сиен, экс-то. Это даже не Удинеза. Да, тут стандартная форма стоит. Алды поймут, так сказать. И вы знаете, конечно, Рома вот так вот, не имея ни одного момента, берет и забивает. Ну, ладно, хорошо до этого были моменты. Я говорю, ну, если честно, то, наверное, у Юи не было. Сейчас там бэк-система может сработать. Манджукич, 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 Манджукич. Куда он бежит? И Дуглас Коста! Скат еще куда-то сочит! Нет, это... Роналдо, походу, хочет уйти из этой команды. Действительно, ему тут делать нечего. Он мечтает вернуться в Англию. Какой-то Реал вернется. И так далее, жесткий подкат у нас. И желтая карточка будет. Вкусное, так сказать, предупреждение. Ну что ж, я напомню, Ювент сыграет против Ромы. В серии А. И тут у нас, если проигрывает Ювентус, то, скорее всего, Кристиана Роналду уйдет. Ой, жесткий подкат такой. Блэксмут Юди. Отличный пас на Дугласа Коста. Ну, что тут будет делать? Что он творит, я не понимаю. Кажется, он выпил кальян и покурил коньячка с колой. И посмотрел ковер еще. Так, Дуглас Коста, Дуглас Коста продрачит и... Какие-то экстраординарные атаки от Слайвера. Необычные, реально. Тут на красоту как-то играет. И надо тут уже результат брать. Ну, тут, походу, результата мы сегодня не увидим. Вот Ювентус, такое ощущение, что... Ну, действительно, в атаке как-то очень тупо играет. И, возможно, это последний сезон даже Слайвера. Маслов, удар, гол, 2-0. Ну, все, это похорон. Раджа. Красивые, кстати, татухи. Заметили там квадратные такие? Я заметил, когда сезон или сколько там отыграл. Ну, все, это, в принципе, ну, если честно, это реально все. Это пока комбэков не будет, как говорится. Ну, да, сезон на катание. Подожди. Никогда не списываю Ювентусу счету. Ну, может быть. Это не Юнайт, а только... И была на вес, и... Надо сейчас забить, чтобы комбэк-система была на второй тайм. Нет. И все. Вот так вот Мартинс два гола привозит. В своей команде. Такой вот человекик. Второй в сердце. О, Драксера голова просто такая... Головиняя. Знаменитая. Просто как зубболь, как эта торпеда, дыня. Такая здоровенная. Это перевернутая голова Эй, Арнольд. Эй, Арнольд. 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 Да-да, я. Так, ну что? Третий гол похоронный. Ого. Мартин. Пеналь не будет. Давай, судья пока заставай. Вставай, тварюга. Мне интересно, Слайвер реально, типа, не шарит за то, что там травма С у Мартинса? Не разбираются в этом? Ну, видимо, что вообще не разбираются. Мартинс бежит. Бежит. Тем не менее, у нас уже 14 зрителей. Ну-ка быстро всем логиняться на Твиче и подписываться на мой канал. Ну, ясно. За донати на Wi-Fi в зону АТО. Опа-опа. 2-0. Да, возик, возик. Да, вы знаете, уже Рома полностью перехватил инициативу. Привет, мистер Коту. Возможно, будет. Нет, взамен даже никаких не будет. То есть, ну, не хотим никак усилять игру, так сказать. Что-то делать. Ну, Глаз Коста бежит. Ну, Глаз Коста. Входит, штопнул удар. Ну, это все. Это уже бессилие, действительно. Хоть не скатывал, знаешь. Дебала на вес. Ну, может быть, головеха и путается как-то. Там надежда на Криша только. Дебала, нет положения игры. Дебала, дебала, дебала. И скат на кого? Янич. Удар отличный. Ух, просвести. Ух, левый. Отличный был удар у Янича, но не... Ну, да. Заложу грамотно над корпус, но мяч все-таки просвистел чуть выше. Ворот и контратака. Ну, ладно, нет. Позиционная, так сказать, атака. Позиционочка. Ну, почему сейчас не дать Мартинсу, да, вот, вкладки под катик? Ну, не хотим. Дракслер. Сай большой головой хорошо думает. Пулишич. Пулишич, кстати, вообще не заметен в этом матче. Все атаки через Мартинса исключительно. Да. Вот реально, по сути, ни одного нормального момента у Ювенциста и не было, кроме там выхода, который он так и не решил даже ударить. То есть, у него, наверное, все удара два-три. Стурара бегает. Угу, Роналдо. Ну, не тех ломаем. Не тех, как говорится. Ну, он пытался, типа, попасть по мячу, но не получилось. Дуглас Коста один он, и до хрена человек. Роналдо, нет. Просто на Инголан вытесняет. Хоть у того баланс нормальный, но все равно. Ну, может быть, Кришни в конде. Так, Энди Кэрол, Кэрол, Кэрол. Удар исчезный. Нет, тут. Паривозы жесткий, скат. Удар Чиршотов. Чиршотов. Единственный нормальный Энди. Ой, я это вслух сказал. А, это нет, кстати. Это не Чиршот? Чит. Ну, там как-то он сподву. Да, чит сподву. Ославил он нас, да. Ха-ха. Там стоит этот. Угу. А, ну, в своей не хотим. Ну, ладно. Ну, это просто тянет время сейчас, да? Он не будет забивать, нет? Он не умеет забросать. Он не умеет, да, скидывает, да. Ну, это такая, знаешь, маленькая футбольная хитрость. Татарская. Ну, да. Что бы это... Ну, я выкину, перепасуюсь, немножко... Нет, чувак, там был чип, по-моему, анимация была. Ну, был, конечно. Ну, такая странная, странная анимация. Ой. Опа. Опять не того, не того, не того. Кого? Не того. Ну, что же, 2-0 пока Рома уверенно ведет. Ну, 3-1, 2-0. Пока все к тому идет, что тут будет уверенная победа Рома. Кэрол красный, по-моему. Нужен гол, чтобы камбэк-систему заезжать. И хороший выход. Манджукич, Марио Манджукич вырывается. 2-1, там Коста есть. Манджукич решать, Р2. Удар, гол, Марио, они все имечки контруют. Хороший, друзья. Машка, ты знаешь, не боятся. Ну, это Афину а-ля Фине. Абра и Браисим, как говорится. Ну, и что, верите, верите в камбэк. Камбэк-систему, кстати, 10%. Ну, если сейчас Хаби не пересядет, так сказать, за руль, то все будет... Хаби в то время тоже, походу, синим играл. Ну, конул синим слоем, много матчей проиграл и потерял, по сути, чемпионство. В скобочках, чемпионство. Так, ну что у нас, Пулишич. Пулишич, просто вот она, молодая звездочка, так сказать. Жожини. Единственная хорошая, трансферная. Который, естественно, и спорт сделал. Конечно же. Скобочек. Пьянич, Манджукич. Манджукич неплох, кстати, походу, реально в Канде. Я не понимаю, почему ему не доверяют основного... Криштиану! Обматывай туда Криштиану! Гол! 2-2, дихреначно! Ну, я же говорил, что никогда не списывай. Брайя Брависи! Брайя Брависи! Брайя Брависи! Брайя Брависи! Как он хладнокровно. В этот момент, видимо, просто рука была занята стаканом. И он, так сказать, хлебанул. Грамотно. Ну что, 2-2, 3-3 в скобочках. И поехал. Вот, надо было только, понимаешь, автогола пропустил. Знаешь, сам себе распечатал, короче, и у него это пошла игра у Славера. Ну что ж, опасный штрафной кстап. Раджан Инголан не хочет. Флоренди, пас. Ну, такое себе. Флоренди может навесить с любой ноги. Какой-то пас невнятный. Дибала. Дибала, кстати, я вот заметил, у него вообще как-то... Он его вообще не находит. То есть, он все матчи, которые я видел, у Славера Дибала все матчи провальные провел, реально. Так, есть Коста. Он видит его. Дуглас Коста неплохо забегает. Есть Кришти на подхвате. Дуглас Коста. Завернул одного Дуглас Коста. Удары! Гол! Просто серия рикошетов и такой говнища залетает. Ну, типа... Карма работает. Да, и пока у нас, вы знаете, Ювентус вырывается вперед. Я, если честно, немножко в шоке. Там бэк-система где-то процентов на 300 работала. Главное сейчас не пропустить. Ну, для Ювентии, естественно. А все остальное... Ой, как опасно играет. Ой, если честно, ну, яички у него такие, знаете, большие. Увесистые. Так, Дибала, Дибала неплохо. Хороший заброс на Марио Манджукич. Марио Манджукич видит Скриштиану. Скат Криштиану. Скат на Дуглас Коста. Дуглас Коста удара. Чипсотов. Э, нет гола. Офигеть. Это был бы гол сезона. Какой сейф. Нет, Маслово пусто. Не, ну, хорошая атака вообще. Дикая. Раскатана вообще. И вот почему-то в Маслово, может быть, все-таки СР-дварщики надо было заложить, а? Не, ну то, что Чипсот там вообще с такой позиции прошел. Это вообще... Так, забегает Криштиану. Манджукич видит его. Нет. Хорошо, Марио Манджукич. Ну, еще. Замах. Манджукич прострел. И нет никого. Удар. И гола. Не, ну, матч автоголов. Офигеть. В 83-м, то встреча, и вы знаете, в конце просто огня на меня, так сказать, отрезок какой-то. Может быть, еще ничья будет. Может быть, все может быть. Ну, ничья, в принципе, все равно убивает шансы. Ну, Беннатья просто своим, так сказать, аскалом делает дело. Удар, и попадает в защитнику. Так сказать, в лицо. Квадратное. Очень сладкий пас отдает. И Криштиану есть, у него пространство для разбега. Криштиану... Криштиану... Наверное. Сами понимаете, по обороне видно, что лагер, лагер. Ошибка удара, и Гоэлгалан прорывайся. Да. Но это вам не говно с добиванием, а забивать тут надо и скиллуху уметь показывать. Ммм, Криштиану... Мне кажется, тут фалить надо было вообще. О, какой плохой пас, ну и проходит он. Через полпад. Сейчас очень дико везет, Роми просто дико везет. И тут какой-то странный пас. Бинтия, так, выигрывает у нас бразилец. Этот заброс, Манджукич, тут в этой данной ситуации не открылся. Но почему тут подката не было под Крол? Почему нет? Я просто привык уже к КПЛке, знаете, там... Так сказать, ой, какой плохой пас. Ну, какой из кат. Да, какой из кат на 3 в 3. 3 в 3 атака Криштиану выпихивают. Ну, как бы, смотри, здесь мог и Алконавт сломать Дугласа Косту, который наверняка в Канде был. И там были... Поэтому ребята сыграли в обоюдно добрый футбол. Комбэкнулся, конечно, у нас Ювентус. И тем самым у нас, ребятки... Ну, тут, да, видишь, типа масло залетело и, по сути, добивание с метра. Кэрол, посмотрим. Ну, да, 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 все, все. Вопросов нет. Видушка чистейшая. Да, чистейшая. Просто там я видел, что он как-то ногу... Так, так, так. Ну и вот, пошла она, ребятки. С 65-й минуты встречи. Тут хороший, просто Марио Маджукич реализовал. Как по учебнику. Все, р-двашек изложу. Ну, тут Криштиану просто, ну. Король. Ребятки, это не обмат вратаря, это дриплинг. Это дриплинг. И вот он гол. Дугуса Коста. Просто... Ну, два говна было с одной и с другой стороны. Да, в принципе, все логично. По моментам, ну, почти равная игра. Правый матч, да. Конфеток, так что спасибо всем за просмотры. Пусть Ант открывает Лигу Европы и у нас, возможно, будет играть администратор проекта Песвей против администратор проекта ЛК. Ждем. Так сказать, ожидаем это все действие. Правда? Да. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...